Здравствуйте! С вами снова Александр. И я сегодня вам расскажу о кресле, которое реально достойно внимания по отношению цены и качества, и соответственно безопасности. Это компания Joy. Сама модель, она называется Transcend. Так что давайте ее с вами будем изучать. В двух словах сначала расскажу вам о ее технических характеристиках. Оно предназначено детям с 9 месяцев до 12 лет. Это категория 1, 2, 3. Самая универсальная, включает в себя 3 группы. И как вы заметили, здесь используется для крепления ребенка не пятиточная система ремней, а столик безопасности. Вообще отойду немножко в сторонку. Это сама система столиков безопасности. Если будете изучать краш-тесты, то обратите внимание, увидите то, что все компании, кто использует столики, их кресла всегда чуть побезопаснее, чем кресла, где используется пятиточная система ремней. Потому что здесь при лобовом ДТП очень правильно распределена нагрузка и снижается нагрузка с позвоночника ребенка. Поэтому это очень-очень хорошо. Эта модель конкретно получила оценку почти самую лучшую. Единственное, я не помню точно, но по какому-то пункту она чуть-чуть ниже балл получила. Ссылку на краш-тест результаты я добавлю в описание. Так что зайдите, посмотрите. Ну а теперь перейдем, соответственно, к изучению этой модельки. Давайте посмотрим, как вообще ребенок здесь будет располагаться. Соответственно, что здесь есть. Убираем столик, чтобы посадить ребенка. Убрали столик, посадили ребенка. Для ребенка с 9 месяцев здесь есть вот такой вот анатомический вкладыш. Он чуть-чуть приподнимает ребенка. Он достаточно толстенький. И лучше фиксируется ребенок. Поэтому, пока ребенок маленький, мы используем этот вкладыш обязательно. Когда подрастает ребенок, этот вкладыш, вот видите, он легко демонтируется. Он на липучках держится здесь сзади. Кстати, вся ткань, она легко снимается для стирки при 30 градусах. Температуру не превышать нужно 30 градусов, чтобы она не села. Поэтому все можно легко постирать. Так, ну вернемся к ребенку. Посадили ребенка. Ставим столик. На столике, кстати, есть очень интересная фишка. Здесь сбоку есть возможность отрегулировать глубину столика. Соответственно, если хотите, ребенок компактный, маленький. Можно чуть-чуть поближе прижать ребенка столиком. Можно наоборот отодвинуть, дать ребенку больше простора. Сам ребенок, соответственно, ничем держится, кроме столика. А столик мы крепим очень простым способом. Ремень вытаскиваем, пропускаем его в столике. И защелкиваем. Здесь очень правильная, надежная фиксация ремня используется. Поэтому ничего никуда не выскользнет. Ребенок не проскользнет под столиком. Здесь такого, в принципе, не может произойти. Поэтому ребенок вот так ездит где-то до трех лет и 100 сантиметров роста. Поэтому до этого момента мы ездим так. Когда ребенок подрастает, это все мы демонтируем столик, убираем. Убираем вот этот вкладыш и крепим ребенка уже, собственно, взрослым ремнем. Выглядит это таким образом, через специальный направляющий в подголовнике. Вот он здесь красным цветом обозначен. На всех креслах он есть, без исключения такой категории кресел. Соответственно, как взрослый человек сидит, прикрепленный ремнем взрослым. Соответственно, и подросший ребенок крепится точно так же. После чего опускаем ремень до плеча ребенка. Но чтобы не касался ремень, а пальца два где-то от плеча до подголовника было, тогда будет ремень правильно расположен. Также есть возможность увеличить длину сидения с помощью вот этой регулировки. Это тоже очень, на мой взгляд, грамотное решение, потому что частенько в некоторых моделях бывает сидушка немножко коротковата, ноги немножко затекают, это тоже не очень удобно. Здесь есть возможность эту проблему решить простым способом. Регулировали и все. Сами ткани в кресле используются, на мой взгляд, очень качественные. Тактильно, вот я вам сейчас говорю. Очень приятные ткани и трогать их приятно. И если внимательно смотреть на строчку, вот на все ничего не раздражает. Все ровненько, все красиво, строчка ровненько. Все в этом плане здорово. Кстати, ткани они гипоаллергенные, поэтому аллергики дети страдать не будут. В этом плане все здорово. Так, давайте теперь покажу кресло, как оно устанавливается в автомобиле. Заодно покажу еще одну фишку, что добавляет ему неплохой безопасности. Вот эта система. Она называется Guard Surround Safety. Она отодвигается, вот эта фишка отодвигается со стороны окна. И при боковом ДТП гасит дополнительную энергию удара. Первую энергию удара она берет на себя. Только потом уже переходит в спинку. Поэтому очень полезная вещь. Отодвигайтесь со стороны окна обязательно. Что касается же наклона, здесь есть возможность наклонять сидение. Но это не отдельная какая-то регулировочка. А, проще говоря, спинка примет положение спинки автомобильного сидения. Не более того. Поэтому каких-то там горизонтальных положений здесь, конечно же, нет. Что касается крепления кресла в автомобиле, здесь установлена полноценная система Isofix. Жесткая, не ремешки, ничего подобного. Ее просто-напросто защелкиваем. Сразу же обращаем внимание на индикатор. Вот здесь отобразится зеленый индикатор, говорящий о том, что кресло мы пристегнули правильно. В дальнейшем у нас здесь спереди есть кнопка, благодаря которой мы можем отрегулировать сидение. Отодвинув его вперед, мы можем немножечко дать ребенку наклониться. Придвинув полностью, мы примем положение спинки. Поэтому, в принципе, по креплению это все. Ну, соответственно, уже ребенок ремнем дублируется, это не оговаривается. Isofix, оно крепит только кресло к автомобилю. Поэтому, в принципе, по креслу добавить мне больше нечего. Подытожу. Кресло лично мне очень понравилось, потому что оно относительно недорогое. Учитывая его уровень безопасности, он один из лучших в этой категории. По комфорту посадки я уже видел, как здесь сидит ребенок. Ну, очень добротно, вольготно. Ребенок себя здесь чувствует. Комфорта здесь достаточно. Вот. Стоит недорого. Хорошие ткани. Ну, относительно недорого. Там нормальная цена по сравнению с конкурентами. Ощутимо дешевле. Вот. Стоит недорого. Качественно сделано. Ему можно смело доверять своего ребенка. Поэтому, реально, советую обратить на него внимание, если вы ищете категорию 1, 2, 3 и очень-очень безопасную. Вот. В принципе, все, что хотел вам по креслу рассказать. И, если это видео вам было чем-то полезно, помогло вам немножечко определиться в выборе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам, собственно, правильного и удачного выбора. Всего доброго. Продолжение следует.